здравствуйте уважаемые студенты мы начинаем изучение нового курса академическое письмо этот курс новый во всех отношениях он читается в нашем вузе на нашем факультете впервые это большая дисциплина пятикредитная поэтому нам предстоит с вами прослушать 15 лекций у нас еще будет 30 часов семинаров и 25 часов самостоятельной работы с преподавателем сегодня у нас первая видео лекция ее тема введения предмет коммуникации и передачи знаний в академической среде соответственно мы рассмотрим четыре вопроса первое введение предмет 2 цель и задачи курса 3 коммуникации передачи знаний в академической среде и 4 сопоставительный обзор академических жанров и так академическое письмо является новый как я уже сказал для казахстанского образования дисциплины особенно важно что его принципы лежат в основе международной научной коммуникации а поскольку международная научная коммуникация неразрывно связана с публикацией текстов то эти принципы определяют требования предъявляемые как к университетским эссе так и к статьям зарубежных ритмозируемых научных журналов основной целью курса является совершенствование умений навыков сфере академического письма подготовки научной документации в том числе написание оформления дипломных проектов задачами курса являются формирование у студентов навыков редактирования создание презентации докладов для конференций научных семинаров практических навыков написания учебных и исследовательских академических текстов конспектов планов рефератов аннотации рецензии обзоров литературы тезисов курсовых работ научных статей таким образом курс академическое письмо является прежде всего практической дисциплиной способствующей развитию студентов важных для современного специалиста компетенции особенно момент подготовки выпускного дипломного проекта поэтому он читается на выпускном четвертом курсе умение писать научные тексты развиваются и совершенствуются на протяжении всей жизни способность донести свою мысль до незнакомого читателя в форме ясного и убедительного текста приходит только с практикой и каждый новый текст представляет собой результат сложной работы академическое письмо представляет собой сложный многоплановый комплекс умений которые сегодня во всем мире признаются главнейшим по отношению ко всем другим умениям которые необходимы для успешного обучения вузе это комплекс умений включает в себя различные компетенции такие как логика анализ критическое мышление объективность и уважение к иным идеям и чужим текстам именно этих умений зачастую не хватает нашим студентам и молодым специалистам академическое письмо и его более высокая ступень называемая в сша риторикой и композицией представляет собой научную дисциплину которая помогает преподавателям всех остальных дисциплин развивать у студентов способность генерировать собственные мысли и выстраивать собственную аргументацию организуя все это предельно ясной и точной форме стремительное развитие этой дисциплины последние десятилетия сделал его краеугольным камнем многих зарубежных университетских программ сегодня она является одним из наиболее динамично развивающихся исследовательских направлений коммуникации передача знаний в академической среде научный мир или академия по-английски представляет собой систему профессиональных сообществ члены которых обладают схожим опытом убеждениями ценностями и методами организации деятельности профессиональные способности простите сообщества выработали определенные способы коммуникации обмена мнениями а также общеусловные соглашения о нормах стандартах и критериях передачи знаний будем называть эти соглашения академическими конвенциями коммуникации передача знаний в профессиональных сообществах происходит главным образом посредством научных публикаций последнее представляет собой публичный академический текст вносящий вклад в решение определенной научно-исследовательской проблемы интересный удаленный во времени пространстве членов профессионального сообщества академический текст строится в соответствии с нормами научного стиля спецификой выбранного жанра и конвенциями которые сложились в данном профессиональном сообществе на протяжении длительного времени которые по мнению этого сообщества отражают его ценности очевидно что академические конвенции обладают собственными специфическими чертами зависимости от дисциплины языка исследования социально-политического и культурного контекста интересно что в результате развития технологии упрощения международных научных коммуникаций представление об академическом тексте у двух ученых принадлежащих к разным культурам но работающих в рамках одной и той же дисциплины оказывается ближе чем у двух ученых принадлежащих к одной культуре но исследующих разные дисциплины тем менее языковые культурные различия продолжают играть существенную роль в научной коммуникации но теперь поговорим о сопоставительном обзоре академических жанров академическое письмо является на сегодняшний день базовой компетенции успешного обучения в высшем учебном заведении позволяющей читать понимать структурировать и форматировать свои собственные научные тексты с целью рассмотрения жанров академического письма обратимся к понятию жанр и так что же такое жанр это форма организации речевого материала в рамках того или иного стиля речи в жанровом отношении научная речь является одной из наиболее богатых разновидностей речи жанровое многообразие обусловлено прежде всего наличием множества типов текстов традиционно академические жанры делятся на первичные и вторичные к первичным относятся научная статья академическая рецензия монография диссертация ко вторичным относятся аннотация тезисы автореферат специализированная статистическая статья научная дискуссия описание научного проекта любой молодой ученый должен иметь представление и владеть каждым из них научная статья это сочинение небольшого размера в котором автор излагает результаты собственных исследований она содержит кроме фактических сведений элементы логического осмысления результатов конкретного научного исследования монография подразумевает под собой обобщение и толкование разнородных сведений которые получаются в результате проведения нескольких научно-исследовательских работ эти работы всегда посвящены одной теме и содержат больше субъективных факторов при обобщении чем какая-либо отдельная статья она создается монография нецедуса дается только после накопления определенного количества фактических и обобщенных сведений академическая или научная рецензия это письменный разбор научного текста статьи дипломной работы диссертации на сыскание ученой степени кандидата или доктора наук содержащие критическую оценку теперь что же такое диссертация диссертация это квалификационная работа на присуждение соответствующей академической или ученой степени или квалификации степени аннотация это сжатая характеристика первоисточника в ней перечисляются главные вопросы тематики источника и в ряде случаев характеризуется его структура аннотация отвечает на вопрос о чем говорится в источнике теперь о столь знакомом каждому студенте студенту реферате и так что же такое реферат реферат это адекватное по смыслу выложение содержания первичного текста реферат отражает главную информацию содержащуюся первоисточники новые сведения существенные данные а научная дискуссия представляет собой способ обсуждения поиска истины в процессе исследования научных проблем она осуществляется путем выдвижения противопоставления и критического обсуждения различных точек зрения надо сказать что это только краткий обзор различных академических жанров и мы в дальнейшем в ходе изучения курса будем гораздо более подробнее изучать разбирать функции назначения структуру принципы создания написания структурирования статьи рецензии диссертации аннотации реферата и так далее то есть впереди у нас в этом плане огромный объем информации огромный объем работы как теоретической так и практической сегодня с вами первая вводная теоретическая лекция поэтому жанры просто перечисляются да без детального их изучения это произойдет на последующих занятиях и на лекциях и на семинарах конечно и так надо сказать что выше представленные группы жанров равны разные по содержанию композиционным характеристикам языковым особенностям имеют определенную внутреннюю специфику несмотря на такое разнообразие научных речевых жанров все они обладают главной особенностью точным и однозначным выражением научных мыслей кроме того существуют жанры которые находятся на стыке научного и публицистического стилей например научно-популярные статьи исследователи должны осваивать их также чтобы иметь возможность выходить в широкое публичное поле в качестве эксперта по той или иной проблеме по тому или иному вопросу таким образом мы с вами рассмотрели текст нашего нашей первой вводной лекции первого занятия вот и теперь немножко поговорим о рекомендуемой литературе всего в списке рекомендуемой литературы по данному курсу около 20 номинований как обязательной так и дополнительной литературы вот в данной конкретной лекции я вам рекомендую следующие источники это учебное пособие для бакавариата авторы баяхметова дусенбина и это учебное пособие называется академическое письмо язык и стиль академического письма в электронном виде этот ресурс присутствует есть на него ссылка это работа наших отечественных исследователей место издания кастанай 2019 год очень интересный источник это работа российской исследовательской буд которая называется академическое письмо для историков ведь это именно для нас с вами да вот адресована непосредственно представителям нашей сферы академической так академическое письмо для историков екатеринбург 2019 год издание тоже в принципе есть в электронном виде и я вам естественно ссылку тоже передам а следующий ресурс тоже электронный третякова и акимова академическое письмо жанры и особенности видите как раз к теме в общем-то нашего сегодняшнего занятия когда мы как раз говорили о разнообразии жанров академического письма наконец поскольку у нас сегодня занятия в котором мы говорим в академическом письме еще и международном контексте то следующий источник Налетова и Прохоров трансформация ценности академической культуры в условиях глобализации вот эта статья в общем-то в электронном журнале культурологическом вот мне кажется она будет вам достаточно интересна следующая работа это монография известного британского ученого Джона Тоша она называется стремление к истине как овладеть мастерством историка Москва 2000 год издания с этой работой мы уже имели дело на занятиях вот допустим по историографии истории зарубежных стран и так далее то есть я думаю что она вам уже знакома и интересно в контексте нашего курса и наконец все машин письменная и устная научная коммуникация учебное пособие Ульянов 2014 год это тоже есть ссылка на электронный ресурс на этом в общем-то мы такой краткий обзор литературы именно к этой теме завершаем у нас впереди следующая вторая лекция она будет на очень интересную тему института авторства понятия плагиат и правила цитирования то есть мне кажется это очень актуально для современных студентов молодых специалистов потому что все вы знаете про систему антиплагиат все вы опасаетесь так сказать да что можете в общем-то попасть под так сказать санкции связанные с антиплагиатом и вот мы как раз таки будем учиться так сказать как делать так чтобы в наших работах научных никогда не было никакого плагиата и так курс очень интересное его место в ряду других научных дисциплин закономерно естественно абсолютно закономерно то что этот курс читается уже на выпускном четвертом курсе потому что вы накопили определенные фундаменты определенные знания и теперь выходите уже с практической реализации того что вы знаете умеете вы выходите на дипломные проекты и даже на студенческие научные работы разного уровня начиная от статей и напоследок у нас остается не так много времени я вам хотел бы задать несколько вопросов для закрепления итак вопросы для закрепления первый из них какова главная цель и задача курса академическое письмо второй вопрос как переводится с английского языка слово академия третий вопрос каким образом обычно осуществляется коммуникация и передача знаний в академической среде четвертый вопрос что такое академические конвенции и наконец последний пятый вопрос какие академические жанры вам известны вот эти пять вопросов вам нужно будет внимательно еще раз прослушать текст данной лекции и выписать по ходу прослушивания какие-то определенные тезисы сделать конспект что такое конспект мы тоже поговорим о типах и видах конспектов на последующих занятий в общем жду ваших ответов на поставленные вопросы а у меня на этот раз все и благодарю за внимание